Девушки, я вас приветствую. Как ваши успехи? Хорошо. На море, загорать, отдыхать, пляжиться, нежиться под солнышком, да? Строить замки из песка? Нет. Как ваши дела? Нормально. Нормально. На море, отдыхать, загорать? Да. На диско, может быть. Да. И туда и туда, в общем, да? Старайтесь. Who saved this world? Кто спасет этот мир? Нечего я. Вы спасете? Да не, 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 не. Давайте вместе спасать планету. Добрый день, девушка. Здравствуйте, прекрасно. Классно выглядите. Вы на море, что ли? Спасибо, да. На дискотеку. А что, дискотека? Так рано? Дискотека-дискотека. Ну, всякие бывают дискотеки. Знаете, есть такие автопати, там до утра, до обеда, там фестиваля. На море? Да. Быстренько, буквально три минутки времени мы играем в игру вот со всеми прохожими. Называется «Правда ли ложь?» У нас есть ценный приз, у вас есть возможность его выиграть. Представляете? В общем, три вопроса у нас. Если вы отвечаете на них верно, я вам даю приз. Если вы проваливаете экзамен, переписывайте на меня свою квартиру. Нет? Ладно, хорошо. Отдаете ключ от автомобиля? Нет. Ладно, выполняйте задание. Хорошо? Хорошо. Понеслась. Говорят, что розовый фламинго имеет розовый цвет рождения. Это правда или ложь? Нет, они, кажется, сначала белые, а потом перерастают, как мне кажется, в розовый. Ложь. Правда? Правда. Какими они рождаются? Белые. Белые, да? А что они становятся розовыми? Серые или белые? А что они становятся потом розовыми? Загорают, наверное. Думаю, правда. То есть они розовеют, сразу вот родившись, да, там? Ну, особенно маленькие. Все, наверное, розовенькие маленькие. Маленькие розовенькие фламинго. Увы, это ложь. Оказывается, они приобретают свой розовый окрас, едят рачков и красные водоросли. Следующий вопрос. Говорят, что температура крови некоторых рыб может достигать ниже нуля градусов по Цельсию. Думаю, что ложь. Ложь. Как ты думаешь? Ниже нуля градусов? Нет, мне кажется, что нет. Не может, да? Иначе рыба замерзнет и окоченеет и не сможет плавать. Мне тоже кажется, что зависит от того, как водяна плавать. Да? Прекрасно. Если ниже, тогда они же замерзнут. Как они будут плавать? Поэтому это... Ложь. Это неправда. Я с вами согласен. И последний вопрос. Он связан с ребрами человека. Говорят, что у мужчины на одно ребро меньше, чем у женщины. Ложь. Ложь. А что, больше? Нет, однаково. Поровну, да? Я думаю, что нет. Нет? А сколько ребр? Больше, меньше? Одинаково. Одинаково. Ложь. Ложь? Да. Конечно, это правда. У мужчины же взяли ребро, чтобы сделать нас красивых. Давайте посчитаем. Раз... Ну как? Женщина создана из ребра мужчины, правильно? Значит, у него по логике должно быть на одно меньше? Нет, что-то у меня с биологией. Ладно, ладно. Ну, вроде... На чем мы спрашиваемся? Нет. Это неправда? Это неправда. А что, у мужчин больше, меньше? Как? Ну, одинаково. Одинаково. Я вас поздравляю. Это победа. Спасибо. Это первое место. Молодцы. Я вас поздравляю. У вас четверка. С первым вопросом, к сожалению, там немножко возникли трудности. Однако, вы избегаете нашего сурового наказания, наших глупых заданий. Вот. И можете смело отправляться домой. Удачи вам. Откуда вы к нам приехали, кстати? Тернополь. Тернополь. Файна миста Тернопель. Так. Да? С лабабачиня-талабачиня. Удачи. Ну и, кстати, мы тоже с вами прощаемся. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова